Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель. Итак, мы сегодня говорим, какие же вопросы остаются нерешенными в лечении немелкоклеточного рака легкого. Это у меня слайд, посвященный конфликту интересов. Насколько актуальна тема лечения больных немелкоклеточным раком легкого распространенной формы? Посмотрите вот на этот слайд. Смертность от данного заболевания, она достаточно высока, стоит на первом месте и выше, чем суммированная смертность от рака молочной железы, колоректального рака, рака предстательной железы. Поэтому это говорит о том, что очень большой контингент пациентов нуждается в проведении лекарственной терапии и не только первой линии, но и второй линии. Остается много нерешенных проблем. Первая проблема, о которой мы говорили, да, очень много пациентов погибает. Вторая – это то, что на сегодняшний день мы не имеем эффективных методов лечения второй линии, за исключением тех пациентов, которые имеют активирующие мутации. И, к сожалению, на сегодняшний день убедительных данных о том или ином методе лечения, который бы повышал уровень продолжительности общей выживаемости пациентов, он, к сожалению, отсутствует. Что происходит у нас в Российской Федерации? Насколько актуальна эта тема для нашей страны? Да, как видите, она достаточно тоже актуальна. Большинство пациентов, более 50% у нас погибают в первый год после постановки диагноза. И большинство пациентов, приходя к онкологу на прием, уже имеют распространенную форму заболевания. То есть это говорит о том, что достаточно большая когорта пациентов, целая популяция нуждается в проведении именно лекарственной терапии, в связи с тем, что процесс распространенный. Ну и, конечно, когда распространенный процесс, общая выживаемость достаточно низкая. Как видите, она ниже практически, наверное, всех других локализаций. 4% пятилетняя выживаемость. И по сравнению с пятилетней выживаемостью ракомолочной железы, предстательной железы, здесь, конечно, выживаемость пациентов в разы больше. Ну вот этот слайд тоже красочно очень показывает. В общем-то, эти проблемы стоят выживаемости не только для нашей страны характерной, но и для зарубежных стран. Большое эпидемиологическое исследование было приведено в Великобритании. Все пациенты были прослежены с онкологическими заболеваниями в период с 70-х годов по 2010 годы. И посмотрите, выживаемость пациентов за 40 лет увеличилась вдвое. 50% пациентов, то есть половина, живет более 10 лет. И посмотрите, на первом месте абсолютно заслуженно. Первое место занимает тестикулярный рак, керминогенные опухоли яичка, которые высоко чувствительны к химиотерапии. И с появлением препаратов платины произошла абсолютная революция в лечении этих пациентов. Они живут, они должны жить. На втором месте, как ни странно, меланома. Это, конечно, раннее выявление пациентов, о чем еще раннее выявление заболеваний. К сожалению, мы еще не можем здесь соперничать в этом, но тем не менее. И где рак легкого, посмотрите, совсем-совсем внизу. Десятилетняя выживаемость – это единичные пациенты. Поэтому, конечно, проблема велика. И вы знаете, что каждая проведенная линия химиотерапии, каждая последующая линия химиотерапии, по своей эффективности она уступает предыдущей. Как видите, до 4%, 5-6% последующей линии эффективности определяется этих режимов химиотерапии. Конечно, эффективность невысока. Поэтому, безусловно, возникает вопрос в поиске возможных эффективных методов лекарственной терапии пациентов с распространенным раком, невелкотлеточным раком легкого. Чем лечим мы на сегодняшний день пациентов? Безусловно, это химиотерапия. Если посмотреть, чем отличается плоскоклеточное лечение больных с плоскоклеточным раком и неплоскоклеточным, а на пиаденокарциномой, в общем-то, разницы большую нету. В основном, это препараты. Первый выбор у нас идет всегда, конечно, токсаны. Преимущество здесь, конечно, дается больше доцитокселу, нежели по клетокселу, хотя он тоже имеет свое место в лечении. Мы применяем гемцитопин, венерикбин. В настоящее время есть доказательства, что можем применять как при плоскоклеточном раке, так и при аденокарциноме таргетные препараты без определения мутации – это эрлотиниб и при аденокарциноме используем пиаметриксет. Возможно еще использование и эндотелиальных факторов роста препаратов – это недотонибы, например, в сочетании с химиотерапией. Но, однако, насколько высока эффективность вот этих возможных режимов химиотерапии? Посмотрите, на сегодняшний день выделить преимущество какого-либо режима химиотерапии не представляется возможным. К сожалению, эффективность их невысока, и общая выживаемость пациентов на фоне проведенной химиотерапии не отличается где-то в пределах 5,5 месяцев. При этом токсичность высокая или нет? Да, токсичность достаточно высока. Химиотерапия, к сожалению, обладает высокой, вы знаете, гематологической токсичностью, и при тех обстоятельствах, когда пациент достаточно уже ослабленный, конечно, это утяжеляет состояние пациента и ведение его. Нетерпение встречается практически у всех пациентов, а у третьей-четвертой степени – это 65%, большой процент, конечно. И эти пациенты, как правило, еще нуждаются в проведении сопутствующей поддерживающей терапии, антибиотикотерапии, иногда колонистимулирующих факторов, то есть это обременение еще дополнительными методами лечения лекарственной терапии. Итак, идут в поиски, что же делать, что же делать, как можно найти какой-то путь для того, чтобы оптимизировать и проводить терапию более эффективно. Встает вопрос, вы знаете, что сейчас, конечно, набирает обороты, это иммуно-онкология, и появляются уже новые препараты, которые изрегистрированы у нас, в Российской Федерации. На чем это основано? Отношения организма с опухолем достаточно сложные. И на каком-то этапе организм не распознает опухолевую клетку, дает ей возможность расти опухоли, пролиферировать, осуществлять свои функции и уклоняется. Опухоль уклоняется от иммунного ответа, в результате чего происходит рост. Опухоль – пролиферация бурная, метастазирование, и появляются клинические признаки. Как я уже говорила, взаимодействия организма и опухоли достаточно сложны. Существует очень много факторов цитокинов, активных клеток, которые взаимодействуют друг с другом, могут играть ту или иную роль, могут иметь благоприятный прогноз, например, дендритные клетки, клетки CD4, CD8. И в то же самое время имеют место неблагоприятным прогнозам клетки, такие как, например, НК, незрелые пораженные клетки. То есть механизм достаточно сложный. Происходит в организме взаимосвязь между организмом и опухолью, и каждый старается выполнить свою функцию. И не всегда это получается у организма, он не всегда реагирует на то, что появилось, в общем-то, инородное, чужое тело в организме, которое тоже живет и требует свои принципы, имеет свои осложнения и течение определенное. И вот вопрос о том, насколько влияют все-таки вот эти иммунные клетки, которые циркулируют в организме, экспрессии этих клеток с исходом, влияет ли это на выживаемость? Оказывается, да. Проведены работы, которые доказали, например, существуют эффекторные лимфоциты, чем больше их концентрация в организме, тем лучше общая выживаемость пациентов. И в то же самое время есть отрицательный исход, например, более высокая интеллектрация регуляторными клетками, она наоборот сказывается на то, что безрецидивная выживаемость ниже. То есть это обоснование к тому, что иммунотерапия, иммуноонкологическое направление, оно достаточно перспективное, и есть точки, на которые, такие активные точки, на которые можно воздействовать. На чем еще обосновано воздействие иммуноонкологических препаратов и само направление иммуноонкологии при немелкоклеточном раке легкого? Конечно, это должна быть мутагенность самой опухоли. И немелкоклеточный рак легкого, он стоит на втором месте после меланомы по своей степени мутагенности. Возможно, курение является одной из причин мутагенности, а раз высокая мутагенность, значит, это новая возможность для высокого уровня экспрессии, значит, это новая возможность для использования иммуноонкологических препаратов. Как я уже говорила, что иммунотерапия, она набирает сейчас, конечно, большими темпами, движется, и при немелкоклеточном раке легкого в настоящее время возможны различные направления, в том числе и таргетное направление прямое. Это может быть и вакцинотерапия, но на сегодняшний день вот именно на контрольные точки иммунного ответа направленная терапия существует. И в настоящее время в Российской Федерации, вы, наверное, все знаете, зарегистрированы уже два препарата для лечения немелкоклеточного рака легкого, проведение второй линии лекарственного лечения, это неволумаб и пембролизумаб. Есть еще у нас в Российской Федерации зарегистрированы препараты эпилемумаб, но он не используется для лечения, у нас не зарегистрировано в стране для лечения немелкоклеточного рака легкого, он зарегистрировано для меланомы. И тот, кто использовал эти препараты в клинической, не в клинической практике, наверное, в клинических исследованиях, уже знакомы с этими препаратами и знают их возможные действия и тем, что эти препараты обладают еще и особенным профилем токсичности. На что направлено? В настоящее время основным направлением, новым таким вот направлением является это возможное воздействие на регуляцию клеточного иммунитета. Воздействие на, например, Т-лимфоциты, на Т-лимфоциты можно воздействовать различными сигнальными путями. Можно активизировать с помощью иммуно-онкологических препаратов и таким образом нейтрализовать, ингибировать то, что нам опосредовано опухолью. А с другой стороны, можно ингибировать или блокировать то воздействие, которое направлено со стороны опухоли. То есть воздействовать на контрольные точки иммунного ответа. И на сегодняшний день мы сегодня будем говорить по поводу анти-ПД-1 препаратов, которые восстанавливают нормальную противоопухолевую активность Т-клеток. Эти препараты достаточно активны и имеют свою особенность. И особенность эта в том, что препараты обеспечивают долговременную память и длительный контроль над заболеванием. Но надо помнить, что препараты, в частности, мы сегодня будем говорить по поводу неволумаба. Он для того, чтобы был ответ, сформировался ответ. Нужно время. Время где-то в пределах 2-3 месяцев. Хотя есть некоторые пациенты, которые отвечали достаточно быстро. Но, как правило, ответ должен проявиться через определенное время. Итак, что же мы на сегодняшний день имеем в лекарствах лечения мелкогречного рака легкого? Как видите, если посмотреть хронологию, с 90-х годов занимаемся лекарственной терапией. Когда появились токсановые препараты, в частности, доцитоксел, общая выживаемость пациентов равнялась где-то полугода-восьми месяцам. И последние зарегистрированные антипедипрепараты, 2016 год, позволяют увеличить общую выживаемость пациентов более одного года. Конечно, может быть, эта цифра не такая и большая. Но если подумать о том, что то, что мы говорили с вами, о чем говорили ранее, немелкоклеточный рак легкого, к сожалению, не отличается высокой чувствительностью к химиотерапии. Я говорю о тех пациентах, которые не имеют активирующую мутацию. И на сегодняшний день задачи лекарственной терапии при проведении второй линии лекарственного лечения при распространенной стадии, они остаются, в общем-то, те же, наверное, которые и стоят перед лечением любой солидной опухоль распространенной формы. Первое, что мы должны узнать и помнить, что мы никогда не вылечим пациентов с распространенной формой заболевания четвертой стадии. Но основная цель нашего лечения, конечно, это по возможности увеличить продолжительность жизни, увеличить безрецидивный период и, конечно, улучшить качество жизни пациентов, на что, в общем-то, мы, на что и направлены наши действия. То есть заболевания мы хотим достичь, чтобы заболевание перешло в степень хронических заболеваний, так как мы лечим любое другое хроническое заболевание. И на сегодняшний день, если говорить о неволумабе, какие результаты есть? Если вы помните, вот пятилетнее выживаемость пациентов, немелкоклеточным раком легкого на предыдущем слайде, звучало, равнялось четырем месяцам. Использование неволумаба позволяет увеличить общую выживаемость по последним данным 2017 года до 16%. Много или это мало, я думаю, что при этом заболевании – это немаленькая, конечно, немаленькая цифра. Тем более, когда мы говорим о конкретном пациенте, конечно, это достаточно, достаточно, достаточно много. И дальнейшее развитие. Что мы предполагаем, чего мы хотим, во-первых, что мы достигли? Конечно, препараты, вот сегодня об этом уже будут говорить, анти-ПД-1 препараты, они имеют, конечно, определенную активность и эффективность. Это появилась возможность увеличить выживаемость пациентов. И встает сейчас вопрос, а можно ли их использовать в первой линии лечения? А может быть, их используются в комбинации с химиотерапией, когда идет бурная, например, пролиферация, может быть, сочетание с химиотерапией, подействовать сначала на клетке, которую пролифируют, и постараться вызвать иммуноответ с помощью применения иммуно-онкологических препаратов. Где мы сейчас находимся? Ну вот если мы будем применять, посмотрите, первые кривые, если мы будем использовать только химиотерапию, общая выживаемость, конечно, остается и низкой. Если мы используем таргетную терапию, общая выживаемость несколько выше. И какая-то все-таки плата просреживается, посмотрите, прямая идет все-таки вот несколько параллельно. Если применяем уже иммуно-онкологические препараты, это блокады контрольных точек, чекпоинты-ингибиторы, здесь уже плата более выраженная. Но чего мы хотим достичь, функтируем обозначено. Если мы, может быть, скомбинируем несколько видов лечения, может быть, мы достигнем именно вот такой вот кривой, увеличение выжимаемости пациентов, и большая часть пациентов будут жить долго, и, возможно, без клинических признаков заболевания. Во всяком случае, мы сегодня как раз об этом и будем говорить. Спасибо большое за внимание. Надеемся, что кроме научных интересов вы еще обязательно и посмотрите наш город, наши белые ночи. Поэтому мы желаем, конечно, успешного пребывания в нашем городе и пребывания на нашем форуме. Спасибо большое за внимание.